Радовало дно. Была зима, и вода сразу же замерзала. Воду возили в Санковск. День блокады Ленинграда. Исторический час под таким названием прошел в Самарской библиотеке номер 27. Послушать урок истории пригласили школьников в возрасте от 7 до 9 лет. Детям рассказали о том, как выживали жители северной столицы в голодное время под бомбежками, когда единственным путем сообщения с Ленинградом оставался маршрут через Ладожское озеро, пропускная способность которого не соответствовала потребностям города. Массовый голод, сильные морозы, проблемы с отоплением и транспортом привели к сотням тысяч смертей. Жители умирали, но не сдавались. Детям необходимо это знать для того, чтобы они понимали, что Родина одна. Родину, как и родителей, как и своих близких, нужно любить, оберегать, хранить. Дети услышали историю Тани Савичевой, потрясшую позже весь мир. Маленькая девочка вела дневник. Каждая страничка посвящена смерти близкого человека. В итоге девочка осталась совсем одна. После победы этот дневник предъявили на Нюрнбернском процессе в качестве доказательства преступлений фашизма. Мне понравилась история про то, что люди были голодные, и они победили. В конце концов, наконец-то победили. Прорвали блокаду в январе 43-го года. Тогда удалось наладить снабжение города продуктами. Действовали нормы продовольственного снабжения военного времени. Полностью осада была снята только в январе 44-го. В память о подвиге ленинградцев дети сделали бумажные открытки. Я хочу сделать самое красивое открытым. Я поделаю открытку папе. Потому что, ну как бы, его папа воевал. Приказом верховного главнокомандующего Иосифа Сталина от 1 мая 45-го года Ленинград назван городом-героем. Его блокада, длившаяся 872 дня, стала одной из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной войны, о которой должны помнить и новые поколения. Андрей Горгуленко, Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События. Продолжение следует...